Резван, знаешь, что геополитика, так геополитика вокруг Каспия сейчас идет. Действительно бурлит, и мы не случайно так правильно назвали наши с тобой беседы, потому что насколько это было вообще прогнозируемо, насколько вообще была прогнозируема общая движуха в регионе. Потому что, как правило, когда мы говорим о том, что происходит, как происходит, мы смотрим на Семь. Украина тоже у нас на Семь. Украина, Россия и так далее и тому подобное. И, как правило, мало внимания аналитики и особенно СМИ обращают на юг, на Большой Ближний Восток. Итак, что у нас происходит? Где у нас случилось? Гела, я с тобой согласен. Это уже клише, что заголовки новостных лент всегда или с запада, или с севера, или с северо-запада. А когда происходят серьезные события или на юге, или на востоке, то это просто мелькает и почему-то не привлекает тех, кто занимается анализом. Хотя это большой, огромный для них минус. Это говорит об однобокости. И я последний год-два заметил, что, как это ни странно, пусть это не будет как комплимент, но специалисты, эксперты с Южного Кавказа и даже с некоторых восточных стран на голову выше тех, кто целый день сидит и читает только новостные ленты западных стран. А об остальном мире знает только, опять-таки, через новости. Понимаешь, раньше, да, мы как-то вот слушали их. Сейчас я вижу, что их неоднобокость, она плохо сказывается, кстати, на тех решениях, которые принимаются в этих странах, на формировании общественного мнения и так далее. Ну, по нашему региону мы с тобой уже не первый эфир посвящаем. Прикаспийскому региону, естественно, иранской проблематике. Если помнишь, мы вбросили такой термин, как туркменчай-2, при этом в нем не содержится коннотация того, что соберутся именно и под названием туркменчай. А почему-то некоторые люди так поняли, что что вы хотите сказать, заново будут по туркменчаю удивить. Нет, это просто термин, которым я хочу показать, что приблизительно те же игроки, что и 200 лет назад. То есть это Великобритания, Россия, Франция столкнулись вокруг Кавказа, Ирана. В данном случае, опять-таки, это три уже ядерные державы. Если 200 лет назад они были тоже империями, сейчас они все три члена ядерного клуба, а там всего лишь несколько стран. И при этом два из них это вообще члены Сауберза ООН. Поэтому их нельзя скидывать, как говорится, со счета. Плюс один из главных интересантов это Израиль. Мягко говоря, не слабая страна по мировым масштабам. И в экономике, и в политике, и во всех сферах. Здесь Турция, вторая армия НАТО, тоже интересант, сильнейший. Опять-таки, как и 200 лет назад, так и сейчас. Иран, который намного сильнее, чем он был тогда, 200 лет назад. И без пяти минут пытается быть ядерной державой. То есть не видеть этого, значит просто, как говорится, не иметь какого-то сравнительного мышления. Так что же изменилось? Нас, наверное, больше всего интересует, что изменилось и какое развитие ситуации будет. Ну вот, если по итогам тогдашней войны, я имею в виду, был подписан Туркменчай. Это значит русско-иранские войны. Хотя я их не оппонирую. Вот я их называю русско-азербайджанские. Мое личное мнение. Потому что с Россией воевало только беглярбекство Азербайджан во главе с беглярбеком, наследным принцем Аббас Мирзой. Имя его все знают. Именно Аббас Мирза подписывал Туркменчайский договор. Потому что он возглавлял воюющую сторону. Не Каджарский шах воевал со своей армией. Не Каджарский шах Фетали подписывал Туркменчай. А именно все боевые действия были на территории беглярбекства Азербайджан. И Аббас Мирзой однократно отсюда писал, что я устал. Азербайджан уже десятки лет воюет с Россией. Помоги, отец. На что отец им отвечал. Это твоя территория. Ты отвечаешь за Азербайджан. Вот ты и воюй своими ресурсами. Вплоть до того, что даже когда вопрос контрибуции был. Это была очень скандальная тема. Отец не хотел выплатить контрибуцию. Туда вмешались британцы. Вмешалась сама же Россия. Которые были заинтересованы уже в мире. То есть это большая тема. Плюс по 15-му пункту Туркменичайского договора, о котором любят. Ну, там есть вопрос переселения в течение года всех. Четко отмечено, что российская сторона не будет преследовать и прощать жителей Азербайджана, чиновников, военных и простых людей, которые принимали участие в боевых действиях. Именно провинции Азербайджана. Азербайджанская область, точнее. Поэтому я считаю, что нужно смотреть с этой призмы. И если советская наука по каким-то идеологическим причинам то называла это русско-персидскими, то русско-иранскими, не нужно замазывать и прятать фактор того, кто с кем воевал. И об этом надо смело говорить. И сейчас ситуация какая. Нынешний иранский режим, конечно же, вовсе не наследники каджарской империи. И как бы они где-то ни говорили, их внешняя политика и внутренняя политика как раз-таки 180 градусов наоборот. Что еще нас связывает? Если тогда мы помним кейс, связанный с нападением на посольство русское в Тегеране, где погибло почти все посольство во главе с послом Грибоедовым, поэтом известным, в Тегеране. Хотя тоже странная история. Все посольства тогда находились в Тебризе. То есть Тебриз считался политическим центром. Но именно после Туркменьчая, возможно, на фоне боевых действий вокруг Тебриза и так далее, российское посольство и архивы были именно по налоговым реестрам Азербайджана. Больше ничего там особо не интересовало Россию. То есть получить контрибуцию и взять в списки, сколько земель, сколько налогоплательщиков, какое имущество есть на тех территориях, которые присоединены к России. Ну и там мы помним, я быстро об этом коротко написал, что и тогда шел легкий снег 30 января 1829 года. Была пятница и был женский фактор как причина, триггер того, что напали на посольство. И сейчас была пятница, мягкий такой снежок шел. И тоже женский вопрос, жены чьей-то вбросили как триггер. Но тут разница, конечно, в масштабах того, что произошло, она ясна. Плюс смелость азербайджанского представителя посольства, которое отвечает за безопасность, тоже сыграла свою роль. Если бы нет, ты представь, там живут семьи наших дипломатов и персонал. И во что бы это превратилось? Человек с Калашниковым. Возможно, бы подтянулись бы еще и другие. Почему-то я не сомневаюсь, что если бы, не дай бог, в кавычках, удачная была бы вот эта террористическая акция полностью, то скандал был неминуем и еще более ужасный. Ну, если тогда замирили, и опять-таки Аббас Мирза замирил, послал своего сына, послал вот этот бриллиант и так далее, потому что тогда были определенные силы, которые хотели новой войны. У них свои причины были. Третья война между Россией и Каджарским Ираном. Но ни Россия этого не хотела, ни Шах не хотел. Но были внутри Каджарской империи, это и главный визирь, и определенные военно-политические круги. И сейчас у меня такое ощущение, что в основном провоцирует ситуацию КСИР, высшее военное руководство КСИРа, которое мы видим все это время довольно, мягко говоря, неровно дышит к Азербайджану. И 50-тысячный корпус КСИР, мы помним в прошлом году, именно он боевые учения проводил, якобы с намерением форсировать реку Арас и так далее. То есть КСИР является не просто государством государства, как часто говорят, а вообще отдельным государством. Ему подчиняются, у него все виды войск, вооружения, ракетные системы, ядерная программа под его контролем. То есть контроль над наркотрафиком, осуществление террористических акций во всем регионе, контроль террористических организаций, создание террористических организаций, разветвленнейшая агентурная сеть в различных странах. Все это КСИР. Так вот, к чему я? То есть на фоне того, что часть представителей официального Тегерана все-таки не хотят эскалации ни в регионе, ни с Азербайджаном, ни с западными партнерами. Зачем им эскалация? Они тихо-спокойно продают свою нефть Индии, Китаю под шумок, пользуясь войной России, вторжением России в Украину и общей ситуацией. И для них, казалось бы, все тип-топ, деньги текут. А вот у КСИРа серьезные проблемы. Я тебе одну вещь скажу. Наркотрафик через оккупированные территории Азербайджана в период оккупации Карабаха контролировал КСИР, и основная их база находилась в Гадруте. Вот именно в том Гадруте, в бои вокруг которого имелись странный такой подтекст, когда в джабраэльском направлении иранский отряд, якобы пограничников, пытался остановить азербайджанский спецназ, который двигался и так далее. Плюс слив информации военного характера, координаты передавали именно КСИРовцы армянской стороне. Плюс я в сентябрьские столкновения прошлого года на армяно-азербайджанской границе, на днях один армянский военный, высокопоставленный в отставке, на радостях сказал, что спасибо Ирану, и конкретно назвал именно КСИРовцев, которые вот эту оперативную информацию сливали армянской стороне о возможных передвижениях азербайджанской армии. Поэтому я так считаю, может ошибаться, что когда мы говорим Иран, надо конкретно называть имена и круги, которые максимально заинтересованы. И КСИР много чего теряет. Естественно, он готов спровоцировать большую войну, чтобы и все высшее руководство Ирана вынуждено было идти на поводу развития такой ситуации. Что в этой ситуации предпринимает Азербайджан и его партнеры? Да, это, конечно, уже вопрос посерьезнее. В Азербайджане серьезно оценивают и понимают, кто такой Иран. Ты видишь, какие акции у нас идут. В течение двух дней, трех дней идет арест и проиранских кадров, и тех, кто смешанно работает со спецслужбами Ирана. Это и журналисты, это и наркобароны, это и бизнесмены. И я думаю, что это профилактические меры, которые на данном этапе нужны. Плюс на этом фоне мы видим активные визиты, встречи между азербайджанскими и турецкими высшим военным руководством, Министерством обороны. Министр обороны Азербайджана буквально на днях был в Турции на военных учениях зимних людей. Министр обороны Грузии тоже был. Они встречались с министром обороны Турции. Затем министр обороны Азербайджана вернулся в Гяндже, встретился с новоназначенным генеральным консулом Турции в Гяндже. Затем мы знаем, что британские высокопоставленные военные проводили консультации. Затем министр обороны Израиля созванивался с министром обороны Азербайджана, обсуждали вопросы безопасности в регионе. Далее к нам сейчас прибыла заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам. Она сейчас находится в Баку. То есть такой замес серьезный. И мне что интересно, до этого мы с тобой обсуждали ту гуманитарную миссию европейскую, которая прибудет в Армению-Зангизу. Я думаю, что это тоже стало одним из триггеров, потому что это серьезные, может быть, смены расклада сил. Регион наш милитаризируется. Тут уже очень серьезное количество стран имеют военное присутствие в нашем регионе, и оно нарастает. И поэтому, я думаю, самым главным сдерживающим фактором дальнейшей милитаризации может быть серьезный мессич Ирану, чтобы иранские силы, которые надеются силовым методом изменить геополитический расклад, реалии, которые появились после 2020 года, я имею в виду 44-го дневную войну, они должны понять, что этот шанс не удастся. И для этого, естественно, Азербайджан и его партнеры должны максимально быть готовы к любому развитию ситуации. Ты знаешь, на днях президент Азербайджана выступает, сказал, что специальные подразделения Азербайджана, их количество, личный состав будет удвоен. Я думаю, что это не только удвоен, но еще более расширен, что Азербайджан серьезно оценивает ту угрозу, которая есть в регионе. И зря в Иране или где-то надеются на то, что Азербайджан уступит, мол, учитывая масштабы территорий и мощность военно-политической Ирана и Азербайджана, некоторые, особенно те самые эксперты, о которых мы говорили, которые только новостные ленты читают, они как бы в килограммах, в килотоннах все измеряя, приходят к выводу, что нет, скорее всего, Иран сможет продавить, особенно это так называемые востоковеды, которые все 30 лет поливают нас грязью и с российского эфира, и с других эфиров, переодевшись они в украинском эфире, постоянно сидят, поселились там. Я думаю, что их прогнозы ошибочны. Мы-то прекрасно знаем Иран, психотип иранских властей, что они могут сделать и где они могут остановиться. Приблизительно, ты знаешь, в Азербайджане объявлена частичная, чрезвычайная ситуация по социальным, кстати, очень интересный вопрос, то есть по социальной безопасности, такой термин интересный, надо еще подумать, как его перевести на язык. Открыто сухопутное сообщение, наконец-таки, между Турцией и Нахчеваном, что очень важно, сухопутное сообщение, но кроме автобусов. То есть это для легковых и других автомобилей. То есть думать, считать, что Азербайджан, как многие, опять-таки, предполагают, будет идти на уступки – нет. Именно мы зашли в такую ситуацию, где только и только вперед любая уступка будет воспринята как слабость и может нанести угрозу всему, чего мы достигли за последние 20 тысячи года. Ну, я так предполагаю, дело. Большое спасибо за столь подробный обзор. В принципе, ты сделал обзор, но сейчас будем разбираться, будем, скажем так, препарировать все, что ты сказал, потому что это очень интересно и это очень много. Действительно большой массив информации, которые я и наш зритель должны переварить и должны понять, о чем это. Ну, давай начнем просто с простой такой вещи, как иранская ядерная программа. Иран говорит о том, ребята, ну, это же технологии 40-х годов. Чего вы хотите от нас? Мы хотим технологии 40-х годов прошлого века. И вы нас этого лишаете. Мы не собираемся ни на кого нападать, мы не собираемся никого... Ну, единственное, что там, ну, да, у них записано, что они должны уничтожить государство Израиль. Ну, баллы ли, что там записано. Вопрос в другом. Так ли именно, скажем так, не бояться, а является ли главным во всей этой истории именно иранская ядерная программа? Потому что Аль-Танипли сразу же примечался, это министр иностранных дел Катара, сразу же примечался в Тегеран и положил им, ребята, вот вам. Новая ядерная сделка подписывается, и все счастливы это. Или же тут все-таки ядерная программа, это тоже определенный трегер. Речь идет о гораздо более серьезных и глубоких вещах. В первую очередь, ядерная программа волнует Израиль. Давай согласимся, что именно Израиль является локомотивом всех антииранских резолюций и попытки создания коалиции, попытки объяснить США, что не надо на второй, на третий план откладывать ситуацию в Иране и вокруг Ирана. И хорошо ты заметил вот этот приезд катарского представителя. Да, скорее всего, не столько важно, что у Ирана будет ядерное оружие, хотя до этого еще далеко, насколько важно то, что Иран, войдя в клуб ядерных держав, начнет однозначно диктовать свои условия. То есть наличие ядерного оружия, оно позволяет обезопасить себя, как государство, от различных претензий и в определенном формате, без силового нажима, диктовать и продавливать свои интересы. То есть это важный фактор. Он не столько только, скажем так, военно-политический, сколько напрямую международно-политический. Поэтому для тщеславия, для Ирана, для иранского режима очень важно и внутри своей страны показать, и своим сателлитам вне показать, и своим врагам показать, что с нами уже нельзя разговаривать в прежнем тоне, что санкционная политика уже не даст прежнего эффекта, что у Ирана есть серьезный рычаг. И в этом контексте можно понять Израиль и партнеров, которые не дадут, не позволят Ирану заполучить ядерное оружие. То есть сейчас, я думаю, Израиль пытается и, наверное, объяснил высшему руководству США необходимость возможного нанесения точных ударов, серьезных точных ударов по объектам в Иране. При этом я считаю преждевременными высказываниями различных экспертов, что США заинтересованы в свержении иранского режима, что в результате произойдет смена власти. Я как-то не вижу на это интерес. Иран нужен, и мы с тобой об этом говорили. Эта пугалка нужна и США, чтобы упреждать некоторые арабские страны в регионе, чтобы упреждать Турцию, чтобы фактически через нее контролировать ситуацию во всем регионе. Точно такая же пугалка есть под названием Северная Корея в том регионе, Тихоокеанском и Южноазиатском и так далее. То есть такие государства нужны. И есть очень большая пугалка, которую мы все знаем. И есть очень большая пугалка, где тоже неоднозначно у нас на севере мы видим, как себя вели США по отношению к России, когда начал вторжение в Украину, предлагали Зеленскому покинуть, бежать и всячески как-то держали нейтралитет, пока британская сторона открыто в лице Бориса Джонсона не прилетела и не выступила на стороне Украины. Мы это все помним. Я думаю, короткая память у нас еще это помним. Поэтому это большая политика и нужно понять, что Иран просто хотят направить туда, куда нужно. Ирану не позволят смотреть по эту сторону реки Араз. Любая попытка Ирана думать, что он сможет здесь, в нашем регионе, проводить такую же политику, как на Ближнем Востоке, будет жестко упреждена. Вот я так считаю, это основная цель всех движений вокруг Ирана. Тут вопрос, знаешь, какой резон. Вот смотри, на самом-то деле есть еще один момент. Но с одной стороны, да, Иран пугалка, а с другой стороны, ну, попробуй сдвинуть, все-таки это же не маленькая страна и не маленький режим. Ну, вот мы знаем, что многие бы хотели бы на Западе, чтобы Эрдогана не было, а было другое правительство. Но не получается, потому что, ну, большая страна, есть электоральная поддержка, есть свой избиратель. То же самое у Ирана. Большая страна, есть свой, в данном случае, не избиратель, хотя там выборы есть, есть свои саппоты, своя поддержка, есть идеология. Идеология, что идеология есть, это факт. И в этой связи, скажу так, для иранцев, в принципе, Иран все-таки не национальное государство. То есть, Иран не формирует национальное государство, это все-таки теократия. И для иранцев, национальность, она ведь играет не первостепенное значение. Ну, не будем сбрасывать персидский шовинизм, который так мягко встроен в концепцию, якобы исламскую, в Иране. Но персидский шовинизм у этнических азербайджанцев? Ты знаешь, это проект. Да, понятно, что Али Хамнии, лидер, религиозный лидер, Иран азербайджанец, ясно, что основной совет духовных лиц тоже азербайджанский, экономический, но идеология концептуальна, опять-таки, у них явно не та, которая в Азербайджане. Я о том и говорю, это разные азербайджанцы. Это правда. Геополитика, география всегда диктует дело. Я нормально к этому. Понятно. То есть, Иран в какой-то степени такое же государство азербайджанцев, как и Фарси, как и Белуджи, как и это просто другая, это модель, которая, кстати, настоятельно предлагается тому же Азербайджану, нашему, собственно, Азербайджану, который, в принципе, значит, предлагается, что вот, ребята, вот мы живем так, и неплохо бы, чтобы вы тоже жили так, и мы вместе строили бы светлое будущее. Правда, у них даже в Ираке это не получилось. Ну, скажу так, вроде бы, как в Ираке большинство населения это же шииты. Шииты и много туркменов, туркоманов азербайджанцев, ты, наверное, знаешь, что эти 8-9 миллионов туркоманов на тех территориях, о которых мы с тобой говорим, где Иран пытался, это азербайджанцы, мы с ними говорим на одном и том же языке, просто они называются туркоманов. Значит, что проблема? И тут в Ираке, я просто закончил, и тут в Ираке возникает такое явление, такой человек, как Муктада Асадр, из Адриста, который, ну, явно не национальный фактор, там тоже шиит, там тоже, но который в жестком клинче с Ираном, с иранскими, то есть, что мы имеем в итоге? Мы имеем два религиозных центра шиитских, это ГУМ в Иране, это Наджав в Ираке, при этом в мире считается, что Наджав более легитимен, он более, скажем так, как действительно исторический центр шиизма, для этого есть много причин, я не буду, ГУМ считается чисто политизированным центром, который работает на определенную жреческую касту, которая сидит в Иране, поэтому симпатии все-таки шиитов, в основном, не только Ирака, но и большинства шиитов вне Ирана, на стороне Наджава, да, и вот это постоянное столкновение двух этих религиозных центров приводит к тому, что сами шииты между собой договориться не могут, и, конечно же, Наджав не мог позволить, чтобы на территории Ирака как-то полностью победил или какой-то устойчивый проект смог сделать ГУМ, выход, скажем так, тех, кто в ГУМе. Есть очень серьезные идеологические отличия, есть установки, которые, но, что важно, опять-таки, я с тобой согласен, что в Наджаве, что в ГУМе, основную скрипку всегда играли азербайджанцы или тюркские народы, что это обычно многие не знают и удивляются, вау, вроде бы, казалось бы, персы должны играть, при этом, если мы напомним, что джафарийский толк шиизма, о котором мы и говорим на этих территориях, за этим джафарийским толком, опять-таки, его формированием нынешним стоит козелбашская, сифивитская идеология государства, опять-таки, не персы. Более того, если мы углубимся, то среднеперсидский язык, который сегодня язык общения и письменности, он разработан в государстве эльдегизидов, атабеков, атабеки Азербайджана, эльдегизиды, то есть тюрки, которые решили, что нужно унифицировать персидский язык, который хороший язык для дипломатии и для медицины. Это не достижение персидских народов, что вот этот огромный ареал говорит на персидском языке. Это не результат какой-то персидской средневековой экспансии, потому что персидских государств не существовало уже где-то седьмого века, они просто пали. Поэтому вот эти вещи надо знать, понимать, что персидский иранский фактор, он в первую очередь используется самими же тюрками, поскольку серьезная часть народов региона, они персы или ираноязычные. То есть ты приговорен. Если ты в этом, если ты здесь в Азербайджане, на Кавказе, естественно, у тебя и география, и соседи иные, и здесь модель поведения формируется иная, и государственность иная. Но если ты в Иране, конечно, ты посмотрев на соседние народы и государства, приговорен как бы вести соответствующую политику. Мы с тобой часто это повторяем, что да, геополитика, география это определенный приговор. Если ты у себя что-то меняешь, это, кстати, касается и нас, я имею в виду Азербайджана, если ты силовым методом что-то меняешь, обязательно волны об этом пойдут по соседним народам и государствам. И в итоге получается, что легче у себя начать, чем потом это контролировать, поскольку есть внешние факторы, которые не хотят терять свою зону комфорта. я, к примеру, имею опять-таки в виду итоги войны 2020 года. Казалось бы, многие говорили, все, точка, тема закрыта, переходим на другой этап. Конечно, переходим, но при этом все, кто привыкли за 30 лет, а по большому счету за 200 лет к той ситуации, я имею в виду и Иран, и другие государства, они будут недовольны, они будут стараться отмотать на прежнюю. То же самое касается Ирана, Ирака. Ведь усиление Ирана произошло, давай скажем честно, благодаря некоторым ошибкам американской внешней политики. Разгром Ирака привел к усилению Ирана. Война в Сирии еще больше усилила Иран и его аппетиты. Вот за последние 20 с лишним лет фактически западная политика привела к усилению Ирана, к его аппетитам, к тому, что он решил, что он-то сам все делает. Что нету фактора того, что Запад громит вокруг него довольно серьезных конкурентов. Поэтому нужно как-то сейчас иранской стороне объяснить или создать такие условия в том же Ираке, к примеру, и в других регионах, странах, чтобы Иран понял, вынужден был идти в том коридоре возможностей, которые ему создадут. Кстати, вот этот момент, что настолько связаны азербайджанская и тюркская история с Ираном и то, что в Иране настолько велик удельный вес тюрок и азербайджанцев, можно, конечно, порадоваться. Можно, конечно, порадоваться. Но есть другой момент. Есть другой момент, что мне напомнило ситуацию немножко масштаба не те, потому что все-таки Иран не настолько мощная страна, как тогдашний Советский Союз. Но ситуацию Грузии и Сталина. То есть, мог ли Сталин оставить Грузию вне Советского Союза и не делать ее русской? Не мог. Может ли Хаммэнеи оставить в покое Азербайджан и не делать его шведско-персидским? Не может. И не только Хаммэнеи и Сталин в данном случае символы. В данном случае речь идет о конкретном направлении. Или Иран будет светским и будет моделью Азербайджана. Или Азербайджан будет религиозным и будет по модели Ирана. Третьего не дано просто в исторической перспективе. Это не значит, что сейчас они не могут историровать. Могут. Но Форбс назвала две угрозы Азербайджана Варданя и Иран. И много это Вот видишь, да, Гел? Ну, что это такое? Прикольно немного. Я хочу, чтобы ты это прокомментировал. Ну, вот мы с тобой, кстати, поздравляем с переименованием города Волгоград в Сталинград и с установкой там памятника Сталина вчера. Я тебя умоляю. Уже? Да, видео уже появилось, они все таблички поменяли. Волгоград Сталинград уже переименован, правда? Да. Ну, я бы предложил сразу переименовать прежнее, настоящее название Саресу татарское. Ну, видать, решили переименовать Сталинград. это не понимаешь, в чем дело. Это, знаешь, что это означает? Это означает, ну, что это означает, мы с тобой поговорим. Это крыша поедет и потом послушать. Да, ну, по Сталинграду послушали, на несколько дней переименовали, говорят. Типа того, это в честь Сталинградской битвы на несколько дней и потом обратно вернутся. Ну, это уже клиника. Это серьезная клиника, да. Ну, что касается Forbes, наверное, то, что Рубен Варданян пытался или попал когда-то в списке Forbes, для этого журнала более важно, чем Иран. То есть, по мощи, если смотреть через Forbes, скажем так, вот эту окулярную систему, для них, наверное, Варданян стоит на уровне всего иранского режима. Ну, конечно, это смешно. Скорее всего, опять-таки, здесь люди близкие к Варданяну пытаются надуть его, то есть, раздуть его. Даже обратите внимание, что тема Варданяна последние недели сошла на нет. Ну, все, сколько можно кричать, слюни, сопли пускать, что 120 тысяч якобы находятся в блокаде, столько-то детей, столько-то женщин. А за это время между нами ребятами большое количество карабахцев спокойно покидают, уезжают и больше не возвращаются. Мы же видим с тобой, что для продвижения и Красного Креста, для продвижения российских миротворцев, туда-обратно созданы все условия, скорая помощь. Так вот, под этим, скажем так, соусом, те, кто уже не видит перспективы в Карабахе, они покидают. Вот чего добился Рубен Варданян. Спасибо, ему пусть скажут те карабахцы, которые могли бы нормально жить. Поэтому в списке угроз Варданян, я думаю, на первом месте стоит для карабахских армян, именно как угроза для них, но не для Асерпача. И встреча в Сорокамыше. Встреча в Сорокамыше это очень интересное место. Я не знаю, может мы с тобой фантазируем, может быть вот это, то, что я вчера в разговоре с Юрием Федоровым назвал синдромом историка, когда вот все равно саму на глобус натягиваешь, все равно ассоциация у тебя и так далее, но все-таки Сорокамыше для, ну как минимум для турок, это не простое место. Вроде бы как для русских почему оно перестало быть актуальным, потому что это потом же Первая мировая война, прогресс Первой мировой войны, гражданская война, и вообще забыли Первую мировую войну вообще, то, что в Европе говорят о Вели... как Великая война, в России же вообще она как бы не считается. Мы изучали, как... Ну это наследие советской исторической науки. Да, в свое время мы изучали, что была империолитическая война, и в результате ее была революция. Все, на этом точка. Да, то есть максимум, что было, это Брусиловский прорыв, и то это уже, по-моему, не школьная программа Брусиловский. Это уже не школьная. Это 9-10 класс или же в институтах преподавалась. Это уже в институтах преподавалась и так далее. Про Сорокамыш в принципе вообще мало кто знает. А между тем, именно Сорокамыш стал триггером очень многих событий. Я бы сказал, он стал Рубиконом. Трагедия, которая произошла вот Сорокамыша. Вот именно триггером, вот этих толчком очень многих событий, которые потом предопределили и во многом, я тебе скажу, сегодня предопределяют историю Южного Кавказа. Совершенно верно. Вход до Батумской конференции, Карского, Московского договора и так далее. Совершенно верно. В общем, там очень много. И в принципе, вот то тяжелейшее поражение и поражение, поражение, поражение бывали часто. То, что произошло дальше, гибель турецких солдат, османских солдат при отступлении, обморожении, отношение местного населения к ним, действия скажем так, прокси российских на этой территории и так далее. Ну, и дальше мы знаем, что за этим последовало. И вот сейчас они встречаются именно в Саракамыше. Это случайно. Очень символично, потому что действительно Саракамыш привел к очень затем жесткой реакции Османской империи. И, кстати, часто забывают наши соседи, когда говорят о событиях 1915 года, я имею в виду... Я про 1915 год и говорю. Я имею в виду геноцид, да? Да, но это же... Ядварь февраля, Саракамыш. Я просто объясняю, потому что многие могут не понять, о чем мы с тобой говорим, два историка. Они забывают, что это в основном происходило на территории, контролируемой российской стороной. Во-первых, Карлс, Ирдыр, Эрдоган, эти территории с 1878 года были в составе Российской империи. И затем уже она развила свое, скажем так, присутствие вплоть до Вана и еще дальше. И все события, связанные так называемым событием 1915 года, это территория, где была развязана прокси-война, прокси-силами со стороны царской России. Турция фактически не контролировала эти территории. И когда сегодня все взваливают на Турцию, это, конечно, смешно, это незнание истории. Что касается Сары Камыша, да, это стало серьезным уроком. Высшее турецкое руководство поняло, что теряет уже Анатолию фактически. Мало того, что там было огромное поражение и погибли десятки тысячи солдат не в военной ситуации, а именно по погодным условиям, потому что не было все правильно рассчитано. Плюс еще то, что устроили вот эти прокси, Ташнаки и другие, показало Турции, что нужно, мягко говоря, отвлечься от Ближневосточного театра, и вот я и подвожу, потому что от Средиземноморского театра и сосредоточить силы для броска на Кавказском театре. И это было довольно успешно сделано. Затем младотурки развили это дело, и все это, как мы с тобой сказали, привело к тому, что турецкие войска, освобождая, дошли до Баку, и затем Карабекир Паша вообще стоял под Ереваном практически, что привело к свержению Дашнакской Армянской Республики. На этом фоне Батумская конференция, которая многое прояснила, затем уже большевики с кемалистами, это Карский договор, Московский договор, все это регулирует нашу фактически, скажем так, политическую карту нашего региона вплоть до сегодняшних дней. Извини, я все-таки это самое, еще не будем забывать, что параллельно шла еще и Галипалийская операция британская, то есть британцы были у ворот Стабула. Дарданеллы, да, да, Дарданельская или Галипалийская. Поэтому сейчас много опять исторических параллелей, и встреча в Саракамыше говорит о том, что утверждение некоторых кругов о том, что Турция готова ослабить свое присутствие на Кавказе не соответствует реальности. Я так считаю, именно символизм будущего. А какие, груди, утверждают, что Турция вдруг готова? Опять-таки из одной страны, такой вот большой северный, где много различных востоковедов и тюркологов. Вообще интересно, что я всегда это говорю российским коллегам, что у них занятие какой-то научной дисциплины является, целью этого занятие является не изучение, комплементарность, а попытаться развалить, уничтожить и предать образ врага. То есть почему-то обычно востоковед российский, мягко говоря, не любит восток, тюрколог российский и не только российский, это обычно человек, который панически боится или ненавидит тюрков. Вот такая особая фобия тех, кто изучает. Поэтому часто оттуда звучат, что все, Турция выдохла, сейчас впереди выборы, у Эрдогана сложный период, плюс у него с Грецией целый серьезный кейс в Эгейском море, плюс назревает возможно война в Ливии, поэтому Турция максимально сосредоточена, плюс серьезное столкновение внутри НАТО идет с Францией и США, как бы Турция приговорена, плюс они говорят, ну неудачно, а когда, где, мы ждем, почему Турция не начала очередную военную кампанию на территории Сирии, хотя она и без военной кампании многого достигла, но они этого не видят. То есть эти люди считают, что Турция свою миссию здесь в 2020 году выполнила, помогла якобы Азербайджану в войне, и сейчас все Турция как бы... Почему якобы помогла в войне Азербайджану? Ну они говорят, что в прямом смысле, то есть прямое участие, а мы знаем, что это военно-политический союз. Я веду к тому, что они считают, что Турция, как и в 2018 году 1900, когда совершенно другая Турция была, она пришла, помогла, освободили Баку, территорию Азербайджана, а потом турки все это сдали большевикам. Сейчас почему-то эти люди проводят вот такие параллели дела. Ну мол, все понятно, Турция опять пришла, выполнила свою миссию, и наверное она уйдет, все отдаст нынешним большевикам, которые собирают СССР.2. Вот и причина того, что лоббируется это мнение, я поражаюсь, что эта позиция очень серьезно продвигается через украинское медиа-пространство. Я просто поражаюсь тому, насколько неразборчива значительная часть украинских медиаресурсов и телеканалов, когда своих вчерашних врагов, которые просто говорят там слава Украине или что-то такое, они смело пускают в эфир, разрешают им комментировать международную повестку, Ближний Восточ, то есть все, что могли бы, наверное, украинские эксперты сами комментировать. Но всегда в этой повестке, как я сказал, представители российского, армянского и другого стеблишмента, которые, мягко говоря, нас не любят. В гробу нас видят в белых тапочках. Есть проблема, есть серьезная проблема, которую не понимает, скажем так, зритель, человек, который интересуется политикой. у каждого своя оптика и каждый смотрится с позиции своих стран. Очень мало людей поднимаются над этим и даже более того, есть оптика, есть клише. Вот общие клише есть и в этом коридоре они дверятся, когда ты говоришь о чем. Поэтому нужно просто очень хорошо понимать, что невозможно, если интересы не совпадают, конечно же, конечно же, о чем речь. С одной стороны, есть интересы совпадающих стратегических партнер, это называется стратегическое партнерство. Есть интересы, которые не совпадают. Задача дипломатии в том, чтобы эти интересы, не совпадающие интересы свести, а совпадающие укрепить. Но не может украинец думать, как даже турок, турок, как грузин, грузин, как азербайджанец, азербайджанец, как туркмена и так далее. У каждого своя оптика, у каждого свои интересы. Я думаю, что нужно понимать, пытаться понять и вставать с точки зрения вот чего, в общем-то, нет. В общем-то, то, о чем ты сказал, это клише. Вот эти заложники этих клише в итоге приводят свои страны к трагедии новым. Они же заложники этих клише. Они выковыривают те новости или те события, которые их удовлетворяют, их они увеличивают в масштабах и тушируют или вовсе скрывают события, которые действительно имеют важность. В итоге вот происходит то, что происходит. Касательно нашего региона, я помню, у тебя был вопрос какой-то, и вот я так тебя перебил, но как-то вот, если ты не против, завершая, сегодня тема такая была в основном по Ирану, по Азербайджану, принципиально важно, мы повторяем, каждый раз повторяем, это то, что будет в Зангизуре. Все это движение в основном, согласись, идет из-за того, что некоторые страны не хотят воспринимать новых реалий того, что через Зангизур пройдут определенные транзитные пути, и в первую очередь это Иран, для которого это действительно, я их понимаю, как ты верно сказал, надо понимать. Это не значит, что надо принимать, надо понимать, почему они так. Надо понимать, но в любом случае ничего личного, Азербайджан, это для Азербайджана и для наших партнеров, это серьезный шанс участвовать в формировании нового мирового порядка. Никакой Иран и никто не сможет, не посмеет лишить Азербайджан и партнеров участия в формировании нового мирового порядка. Те, кто консерваторы за сохранение старого мирового порядка, я их понимаю, но обычно те, кто за старое радуют, они проигрывают. Таков закон термодинамики, таков закон исторических процессов. Если они хотят цепляться за вчерашний день, я их понимаю, там у них деньги, там у них всегда, я извиняюсь, человек пожилой вспоминает с теплыми нотами то, что у него было в молодости, это была лучшая колбаса, это было все прекрасно, люди были прекрасные. Колбаса была лучше, правда, и люди были лучше. Колбаса была лучше, солнце светило ярче, и это правильно, потому что человек с возрастом, у него все затухает, и естественно, все хорошее связано. Чукча был молодой, Чукча был молодой, его девушки любили. Его девушки любили. Вот, поэтому у нас проекты молодые, мы совершенно, я согласен, молодые государства, то есть относительно тех империй и государств, поэтому мы и будем участвовать в формировании нового мирового порядка, ни больше, ни меньше. Это для нашего региона, для наших стран шанс, и мы по-хорошему втянем, в том числе, Армению в эти процессы. И я хочу отметить, что нынешнее руководство Армении прекрасно это понимает. И действительно, они много чего хотят сделать, давай признаем, что не надо только в черных тонах, но и они заложники той парадигмы, тех клише, которые есть в их обществе и в соседних государствах. Поэтому, закрывая тему, вспомнив опять Рубена Варданяна нашего, с него начинаем, с него закрываем, это была последняя попытка через вот такого человечка удержать, затянуть нас в ненужный конфликт и не позволить нам участвовать в формировании нового мирового порядка, потому что старые игроки заняты вчерашним днем, так они еще хотят, чтобы мы тоже сидели и ждали, пока они завершат все свои конфликты, решат все свои вопросы и потом изволят заниматься новым мировым порядком. Нет. На этом этапе мы с тобой как-то это проговаривали. Если 20 век и все войны, в том числе Первая мировая, Вторая мировая война, это войны за энергетические ресурсы, за углеводороды, за технический прогресс, за то, что создать тогдашнее техногенное общество. Войны за это. Нынешняя война в основном имеет цель контроль над транзитом, не над самими источниками, они уже разделены по результатам и Первой, и Второй мировой войны. Углеводородные источники контролируются одними и теми же корпорациями, а последние 30 лет в нашем регионе теми же корпорациям. Суть нынешнего передела в том, чтобы создать и контролировать новые старые пути. Вот это та фишка, которая является приоритетной для Азербайджана и его партнеров и является угрозой для тех, кто ратует за старый мир, за старые дороги. Вот я так думаю, что все-таки рано или поздно победит молодость. Копчак очень сильно обрадовался, потому что молодость на итальянском это Ювентус. Да, он же думал за Ювентус. Он думал за Ювентус. Огромное спасибо, Резван, за очень-очень интересную беседу. Всегда интересная, на самом-то деле. да простят мне наши зрители, нам наши зрители в данном случае мою нескромность, потому что действительно очень интересно. Надеюсь, что все действительно будет хорошо и все трясется так или иначе. Победит молодость. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подпишитесь на наш канал Пудра Ньюс и будьте в курсе всех событий.